Несколько лет назад мы наблюдаем такую картину. Я много путешествую по Татарстану, участвую в фестивалях, в конкурсах детей, которые читают произведения Мусы Джалили. И где бы я ни была, каждый раз дети выходят и начинают читать стихотворение «Чулочки», которое никогда не принадлежало перу Мусы Джалили. Оно никогда не входило ни в его собрание сочинений, которые выходили многочисленными тиражами, ни по-татарски, ни по-русски, ни в других авторитетных изданиях полных. И эта картина повторяется из года в год. И сколько я ни обращалась к педагогам, к устроителям конкурсов, что это произведение не принадлежит перу Мусы Джалили, то при других моих путешествиях в другие города все опять повторялось сначала. И поэтому я сегодня обращаюсь с огромной просьбой ко всем педагогам, устроителям конкурсов на лучшего чтеца, ко всем юным чтецам и не юным запомнить, что это стихотворение «Чулочки» совершенно никогда не принадлежало перу Мусы Джалили. «Варварство» – это да, это его стихотворение, которое в 50-х годах проходили даже во всех средних школах. И оно значительно сильнее. И стихотворение «Чулочки» не в стилистике Мусы Джалили. И вообще это некоторым роде нарушение его авторских прав. Поэтому убедительная просьба моя и моей семьи послушать и посмотреть авторитетные издания, собрания сочинений. Вот вышло в Казани замечательное издание моабитских тетрадей фототипическим образом, где произведена каждая страница моабитской тетради и переводы и на русском, и стихотворение, напечатанное по-татарски. Полное, полнее не бывает. И поэтому очень много изданий, на которых можно проверить, и к которым надо обращаться при подготовке к таким значительным, знаменательным событиям, как конкурсы и фестивали чтецов.